Трям подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня я расскажу последние новости, да? Последние новости, которые случились за последние несколько месяцев. С какого месяца мы видео не выпускали? Четыре месяца мы видео не выпускали? Охренеть, ты чего? Чё так много-то? Да. Короче, первое, мне сожгли ногти. Я не знала, что так бывает, но, короче, я получила ожог ногтей из-за того, что ходила в салон на маникюр. Сейчас вы видите, у меня никакого маникюра нет, кроме отросших, подстриженных мной ногтей. Вот. Ногти были как бумага, ломались от каждого вот такого нажатия, загиба, это был какой-то трэш. Причём они были довольно длинные, и после того, как за пару-тройку дней у меня сломалось три ногтя, я подумала, что нахер вообще этот салон, пойду, пускай мне снимут этот гель-лак и всё вот подстригут. Подстригут. Вот. Короче, я пришла в салон, мне снимали гель-лак, мне дико жгло ногтевые пластины, и мне сказали, что у меня ожог, потому что, скорее всего, в прошлые разы полностью снимали лак вместе с покрытием, которое нижнее. И от этого истончалась ногтевая пластина. И, типа, вот так вот за несколько раз получился ожог. Вот. Второе это то, что я сделала прививку от коронавируса и заболела коронавирусом. Вкусно. Через четыре дня, да? Вот. Из-за этого я пропустила гроул, и я боюсь, что учитель, которому я решила ходить, теперь думает, что я не хочу заниматься. Да. Ну, потому что я проснулась с температурой. Типа, на днях было ещё нормально, а проснулась с температурой и вообще очень плохо себя чувствовала. Вызвал врача. Он приехал, там мазки взял, всё прочее послушал, лекарство какое-то противовирусное дал, которое восемь тысяч стоит. Хэ. Вот. И уехал. Но у меня в другой квартире были животные, мои пауки, пауки, мои пауки. Вот. И их надо было проконтролировать, чтобы у них водичка не... Вы... Вы... Не испарилась, короче, водичка. И чтобы они не зажарились на коврике, термоковрике. Вот. Поэтому я приехала домой. И потом, короче, оказалось, что у меня ковид. А вот сюда врачи вызывала. Они меня поставили на учёт. И чё? И чё? Они чё сказали, типа, через две недели приедем? И не приехали. И я теперь пытаюсь к ним дозвониться, чтобы они отправили мне врача на мазок. Я сейчас даже звоню в департамент здравоохранения. Потому что по номеру, по которому я звонил, по единому городскому номеру, я звонила пять дней подряд. Ну, там один раз было через день. После того, как мне они прислали врача, который меня просто послушал. Ну, просто послушал. Сказал, у вас всё с лёгкими нормально. Типа, я скажу, чтобы вам вызвали другого врача, который вас возьмёт в Москве. И он приедет в течение двух дней. Нет. Нет, не приехал. Вот. Поэтому сейчас буду звонить ещё раз завтра с утра в департамент. Ииии... Жаловаться. Походу, такая фишка, что в поликлинике, в которой меня поставили на учёт, тупо забили на то, чтобы внести мой номер телефона в реестр. И из-за этого я не смогла установить приложение соцмониторингом. И из-за этого меня объявили в розыск. И я боюсь, как бы мне теперь штрафов не накапало, потому что пока я сижу на карантине, у меня денег становится всё меньше, и всё сложнее сидеть дома. Ещё немножко, и мне просто кажется легче забить на этих врачей и выйти на работу, дальше работать, потому что это какой-то трэш. Какой-то кошмар. Ну, типа, я работаю неофициально, ну, и, типа, официально не оформлено. И поэтому мне больничные не оплачиваются, потому что, ну, вот так вот. И, типа, где я брать деньги? Короче, если у вас какие-то проблемы с вызовом врача, то, наверное, лучше сразу звонить в департамент здравоохранения и разбираться там. По крайней мере, жаловаться. Ну, типа, жаловаться, да. Туда жаловаться, а разбираться с этими врачами. В поликлинике, кстати, если вы дозваниваетесь, можно сказать, что вы нажалуетесь и в департамент здравоохранения. Тогда они, может быть, зашевелятся. Ну, типа, не факт. Вот. Здорово, да? Я из-за того, что сижу на карантине, не могу пойти в ПНД и выписать себе антидепрессанты еще. Я вообще смогу когда-нибудь из дома выйти еще? Вот такой карантин мне не нравится. Нет. Также я начала расписывать шмотки. Шмотки, шмотки. Наверное, выложу их в группу свою ВКонтакте, чтобы, если кто-нибудь заинтересуется, мог либо заказать шпатье расписное, либо выбрать из того, что уже есть. Кто-нибудь будет работать над клипом? А? Нет? Нет? Никто не будет? А, еще, кстати, заходите в группу ВКонтакте, слушайте песню, которую я ковернула. На нее, возможно, будет клип. Но не обещаю, я уже ничего не могу обещать, потому что на все воли божья. Вот. И, короче, просто заходите, слушайте. После 20-х чисел она будет доступна на Spotify и еще в каком-то приложении. Даже, не знаю, не помню. Я ее загрузила, знаете, на платформу, короче. Ну, в общем, если кто-то пользуется Spotify, может там ее после 20-х чисел послушать. И, кстати, отражение тоже можно будет послушать на Spotify до клипа. Но это единственное место, где эта песня будет опубликована до того, как мы выпустим клип. Уже нельзя так долго его снимать, понимаешь? Нельзя, нельзя. Мамма миа. Все? Все? На этом все, да? Никаких тем, наверное, мы затрагивать не будем, может быть. Только потом. Когда-нибудь. Может быть, как-нибудь проведем стримчик игровой. Ну, об этом пишите в комментариях. Ставьте лайки вот прямо сейчас. Потому что мне нужны ваши лайки, ваши подписочки. Че вы смотрите без подписки-то, а? Колокольчик тоже жмякайте. А то, видите, вот я сколько, 4 месяца не выпускала, вы обо мне уже все забыли. На. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока. И, наверное, до встречи. Да, следующий. Если я не умру. Если меня выпустят. Я не умрала. Или... Если не попаду на порткал. Я не умру王 Rendل. Я высыхнуваю. Я не помру.